Доброе утро, дорогие друзья! Ну что же, начинаем наш пятничный выпуск. Как вы видите, я в Сириусе. И, конечно, сейчас придут мои ученики, и я их спрошу. Как быть, если на сцене что-то пошло не так? Если вдруг ты забыл слова, или еще что-то произошло, или фонограмма прервалась? Как быть в экстренных ситуациях на сцене? Я думаю, сейчас они поразмышляют, и потом им это обязательно пригодится. Потому что, поверьте, на сцене всякое бывает. Ну, допустим, если ты забыл слова посреди песни, то нужно как-нибудь выкрутиться. Я думаю, что нужно или что-то продолжить, допустим, придумать какую-то импровизацию вместо этого, или же просто сделать вид, что так и должно быть. Мампа, если упала, то ты не выкрутишься. Если фонограмма остановилась, то, я думаю, нужно продолжить петь. Ну, я так думаю, мое мнение. Потому что, ну, если продолжилась, если попала фонограмма, как ты будешь, допустим, петь? Акапельно, например? Ну, акапельно это будет прикольно. Но потом, если все... Ну, что-то крутая фишка. Это может даже... Интерактив такой. Да, если включится музыка обратно, то, не знаю, можно как-нибудь или сбиться, или продолжить как-нибудь подхватить. А у меня в детстве был такой случай. Мы пели песню «Твори добро, Шуры». И до этого это был дуэт с девочкой, с моей подругой, с Аллой Матуль. Она сейчас, кстати, в Питере, оперная певица. А когда-то мы с ней в одном коре пели. Так вот, значит, песню «Твори добро». Мы до этого, до выступления прикалывались и говорили «Трави бобров, трави бобров» вместо «Твори добро». И потом на сцене у нас заплелся язык, мы запутались, спели «Трави бобров», начали ржать прямо на сцене. И потом мы, конечно, такую взбучку получили от нашего педагога, что я раз и навсегда запомнил, что на сцене не надо ржать, как конь. Ну, я бы себя повел, если бы, например, выключилась фонограмма. Ну, не знаю, я бы продолжил петь, или если бы я забыл текст, я бы, может, начала что-то импровизировать, какие-нибудь танцы-танцеватель сделал, попейся к народу или тому подобное. И я, в принципе, так бы повел себя. Как хорошо, что о народе заботишься. Прям как истинный правитель. Спасибо вам большое. Если бы на меня наехала потанцовка и, примерно, бы сбила меня, я бы, примерно, если бы я уронил микрофон, я бы начал что-нибудь там на полу делать, крутиться, вертаться. А если с микрофоном так же осталось, может, так и в таком гарзотальном положении продолжить. Я бы вел себя спокойно. Типа, не ругался на всех там. Ты чё, б, я рыдал музыку, а? Вот такого я бы точно не допустил. Особенно матом бы, да, не ругался? Особенно, да. Вот. И я бы ещё, ну, там, если выключится музыка, я продолжу петь, потому что я в основном полагаю, что я забуду слова, боюсь я не выключенную музыку, потому что музыку у меня всегда... Ну, вот ты забыл слова, и что ты будешь делать? О-о-о, не знаю, честно говоря. Надо, значит, учиться импровизировать. Ну, наверное, тогда я бы либо повторил слова, которые только что были, либо я бы сделал это как проигрыш у тебя. Я продолжу петь. Угу, импровизация, да, такая у тебя ритмическая? Вот. Ну, знаете, в мультиках обычно всегда там какое-нибудь шоу срывается. Там просто всегда... О, давайте, хотите минутку стендапа? Вот такого я бы точно вообще не было, потому что мне кажется, это глупо. Ты не хочешь календжа давать, да? Да, и особенно, когда шутки не смешные. Тут же на компьютер включать минусовку, может на компьютере компьютер решил обновиться винда, а там целый час надо ждать, чтобы эта винда обновилась. И просят, не выключайте компьютер. Так что же делать в такой ситуации? Ой, ну, задержать концерт. Я видел одно фото, там, ничего. Мой виндовс 10 решил обновиться за одну минуту до начала концерта. Не, лучше всего скачивать старую версию виндовс. Когда она не обновляется, да. Она не обновляется. Виндовс 7 наше все. Да, друзья, мы сегодня топово отработали этот день в переделке с моими любимыми учениками. А сейчас мы едем в Випкин театр, в кинотеатр Лорд, в наш любимый. Отдыхать, расслабляться, потому что завтра большой день. Юбилей 85 лет у поэта советского известного Успенского. И, конечно, мы с группой Sirius будем петь, поздравлять нашего любимого поэта. Так что, и, конечно, возьмем вас с собой. Куда же без вас. Классный фокус. Человек появился просто сзади. Кто это, блин? Кто это? Посмотрите, вот королева нашего театра. Надежда Кадышева. Все помнят ее замечательные песни. За твои зеленые глаза Называешь ты меня колдуньей. Ну что, друзья, всем привет. Мы приехали на юбилей к Успенскому. И сегодня поем песню «Дети любят рисовать». Так, вот просьба, мой паспорт... Ой, не паспорт, а водительские права не смотреть. Дети любят рисовать. Вот, знакомьтесь. Это наш замечательный артист Sirius, Даша. И она очень любит рисовать. Ты сегодня решил развлекаться и рисовать, да? Молодец. Готовишься к номеру, так скажем, настраиваешься, да? Вот это наша будет сегодня гримерка. Такая вот красивая. Тут у нас медведи ходят. Это чебурашка. Ой, чебурашка, простите. У нас просто как холодно. У нас холодно. С нами Айван. Йоу. А вот готовится наш номер. Дети любят рисовать. Именно дети, которые любят. Они смогут его поднять? Да, показываем. Коллектив Круси показывает, как он поднимает. И раз. Вот, и раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оставьтесь. Прямо сейчас у нас начинается репетиция номера. Сейчас я вам все покажу. Котовица анимация. Там гигантский карандаш. Там гигантский карандаш. Там мои карандаши стоят. Родители, как подопытные кролики. Мы смотрим, чтобы карандашом никого не убило. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Анфиса! 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 ...концерта Министерства культуры Российской Федерации, лично министру культуры Российской Федерации Ольги Борисовне Любимой! Прошла репетиция, она была очень непростая, если честно, потому что мы репетировали свой номер, ну, наверное, раз 15. Дети немного устали, но сейчас у нас есть два часа, и, конечно же, мы воспользуемся этим временем и поедем вкусно перекусим. Дети тоже сейчас отдыхают, и тоже все пошли по ресторанам. А скоро концерт! Ух! Мы это любим! Йоу! Полная посадка! Как всегда! Мы сейчас едем в каршеринге. Вообще ничего не видно. Абсолютно нет стеклоомывайки. Я не знаю, как Ваня ведет. Он только что туда вылил стакан кофе, и мы попытались его растереть по стеклу. Но, по-моему, лучше не стало. Как-то вот так вот мы добираемся. Зато смотрите, какие блики! О-о-о! О-о-о! Это прям арт! Всем привет! Сейчас я нахожусь на репетиции. У нас сейчас проходит концерт. Сейчас мы сидим... А ты знаешь, чей юбилей-то сегодня? Точно не знаю. Успенский! А что он написал, знаешь? Я не особо читаю книжки. Простоквашино! Чебурашку! Вау! Это все он! Офигеть! Я очень люблю мультик Простоквашино! Желаю всем успеха! У нас очень-очень хорошее настроение! Отлично! А у тебя как настроение? Нормально! Понятно! Мы тебя очень любим! Мы тебя очень любим! Привет! Подписчики! Привет! Сколько у вас подписчиков? 15 тысяч! 15 тысяч! Ну неплохо! Из них сколько турков? Процентов 50! 50? Туркиш! Hello! И русским привет! Так, хорошо! Так, по песням пока нет никаких известных? Ну, супер-известных нет! А средние известные? Ну... Вот примерно как фраза, которую нам произнесли из произведения. Ну вот у Рамильи есть песня «Сияй». Так! Сияй! Да-да! Когда-нибудь плохо! Это мы знаем! Ну вот! Это вот мне было плохо однажды! А! Это вы написали? Ну да! Вы знаете песню «Сияя»? По какой пути кто знает? О! Автор песни! Ну благо они контента нашлёпали, что там ребёнку с 40-х годов эти мультики включил, а он пока досмотрел, всё, уже в армию пора. Очень страшно. Очень страшно. Что важно, чтобы мультики родителям нравились. Потому что, ну, обычно родители выбирают, что включать ребёнка. Надо просто мультик назвать «Мама самая лучшая женщина на свете» и всё, а там чё внутри уже, пофиг. Я не включаю этого класса там. Да, смотрите, природа меня сделала таким, чтобы я успешно противостоял электросамокатам. Я вам послан Богом. Бог превращал воду в вино, я превращаю электросамокатчиков в колясочника. Мы решили разнообразить наш досуг, сходили на стендап и вот небольшой отзыв. Это круто делать иногда что-то такое нестандартное, а то ходили всё время в кино. И также мы попали на обкатку нового материала. Кто-то был смешной, кто-то не очень. Но это тоже мило. Когда не смешно, можно показать свою поддержку. Вань, ты как считаешь? Во-первых, да, это достаточно интересно ходить именно на обкатку, потому что это не профессиональные комики, но помимо Валеры Артихова, который был сегодня. И они все разные. Там был какой-то школьник просто. Потом был какой-то дядька, ну, 50-летний огромный, да. И это очень интересно. Да, очень интересно. На какую-то грузину. Очень интересно наблюдать за разными людьми, как они шутят. Причём бывают смешные шутки, бывают не смешные шутки. Это нормально. Но мне нравится ходить на такие мероприятия. Это прикольно, по-моему. И самое главное, да, стоимость такого мероприятия ничем не отличается от кино. Абсолютно. Дорогие подписчики, всем доброе утро. Я сейчас нахожусь в аэропорту Домодедово. И у меня будет небольшое путешествие буквально на пару дней для того, чтобы перезагрузиться, набраться новых сил. И, конечно же, на все зимние, новогодние концерты, у нас их будет очень много, в том числе в Кремле, выглядеть просто на все сто и ощущать себя так же. Потому что самое главное – это внутренний заряд. Для того, чтобы внутренний заряд был всегда на высоте, нужно знать свои точки роста, свои точки отдыха, то, что тебя перезагружает. Вот меня лично перезагружают такие небольшие, даже короткие путешествия, новые впечатления и смена деятельности, конечно. Я просмотрюsequио следующее видео. Я посмотрю вам о следующем. Какunks короткий путешествий с камерой, ожидается Froggeruy . Я готовлюсь Pe электрикопробfastомом. Я готовлю все хочу испор кофе-машинка есть а Субтитры сделал DimaTorzok Мы только что сходили в спа, теперь надо немного охладиться, смотрите какой автомат Свежий, всегда свежий лед, как на Северном полюсе Кстати, я такой автомат еще не видел, я считаю, что он очень практический, я хочу такой домой Если угодно, могу вас подвезти? Нет, спасибо, я вызову лучше такси Мы находимся в Санкт-Петербурге, в великолепном городе Вчера приехали, заселились в отель, сходили в спа, вечером посмотрели прекрасный фильм А сейчас мы пойдем на завтрак и будем начинать наш день Очень бы хотелось сегодня посетить музей, который я все время забываю, как называется Ну вот просто слово Эрмитаж и моя голова, это несомнестимо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сегодня у нас будет культурный день и мы хотим посетить Эрмитаж Да будет свет, как видите, сказал электрик и перерезал провода Едем в музей Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Так что скоро будем смотреть и болеть! Все, мы полетели в Москву, дальше придумывать новые творческие проекты и снимать пятничные выпуски! Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки!